Продолжим наш разговор о пользе науки тасриф или сарф. Как мы уже упоминали, первой и самой важной пользой науки тасриф является правильное понимание книги Аллаха Корана, а также хадисов, так как эта наука, так же как и наху синтаксис, является ключом к пониманию шариатских текстов. А вторая, второстепенная польза, это то, что эта наука оберегает человека от совершения или допущения ошибок в словообразовании. В посредственном знании этой науки человек может облекать свои мысли в такие словесные формы, которые могут точно передать его мыслям. Например, действительное причастие или форма причастия к действительному залогу «Исм фаалм» переводится как «бьющую». И его усилительная форма причастия к действительному залогу в модели «фаалм», то есть «мубалилт исму фаалм», «даррабун», то есть «сильно бьющий», например, «сильно бьющий» или «боксер», допустим. И имя степени сравнения и превосходства, то есть «исмутавдиль» или «джаафалутавдиль» «адрабут», то есть «превосходящие других убитие». Самый сильный, как бы самый бьющий. Также к пользе изучения этой науки можно отнести то, что знание этой науки помогает человеку избегать ошибки в правописании, то есть на описании арабских слов. Например, в науке Сарф изучается правило, которое гласит, что буква «алиф» в трехбуквенном глаголе или имени не является, не может изначально быть корневой буквой, а всегда является заменой буквы «ау» или «я». Первой буквой «алиф» никогда не может быть, так как сущность «алифа» состоит из долготы ударения. Для «алифа» предыдущая буква. Это предполагает, что «алиф» всегда что-то предшествует в слове. К тому же арабское слово не начинается с суккунированной буквы, с суккуна. Будучи второй буквой, она всегда пишется в виде альфа, в форме альфа, а не в виде «я». Однако, будучи третьей буквой в трехбуквенном слове, будь это имя или глагол, ее написание зависит от того, что являлось той изначальной ее основой, буквой «алиф». То есть, что является последней буквой «ау» или «я», которые впоследствии, согласно правилу, в науке саров были заменены на «алиф». Итак, если третья буква изначально была буквой «ау», то после ее замены на букву «алиф», «алиф» будет писаться в виде «алифа», в форме «алифа», а не буквой «я» без точек. Например, «даауа» и «дааа». «Аль-Асаву» в имени и «Аль-Асаа», палка посоха. Значит, если мы видим на конце трехбуквенного слова «алиф» в виде «алифа», то есть палочки, то мы знаем, что здесь изначально была буква «ау». Ну а если изначально у нас третья буква трехбуквенного слова была буква «я», то после ее замены на «алиф», этот «алиф» будет писаться в виде буквы «я» без точек. Например, «Рома» и «Рома» бросил «Аль-Фатаю» и «Аль-Фата» в итоге, то есть юноша. Значит, если изначально у нас была буква «ау», то после ее замены на «алиф», этот «алиф» будет писаться в виде «алифа». Если изначально была буква «я», то она будет писаться в виде «я», то замененный из нее «алиф» будет писаться в виде «я». А делается это для того, чтобы они отличались, то есть как различительный знак между ними, то есть между буквами «уау» и «я». А если человек хочет, например, написать слово, которое заканчивается на альф, но не знает, как его писать, в виде альфа или в виде я без точки, например, вот так, альфата с я на конце, то есть с альфом в виде я на конце, или альфата с альфом в виде альфа, то здесь тоже на помощь проходит наука Сарф. Ему просто надо преобразовать это слово в такую форму, где это коренная его изначальная буква, корневая буква вау или я проявляется, показываясь, то есть где она не заменяется на альф. Например, в слово альфата мы можем привести его в форму множественного числа альфитету, где проявляется я, или альфитяну, или форму двойственного числа, например, альфитету и так далее. Как мы видим, здесь у нас проявилась буква я, появилась буква я, а значит альф, условие альфата будет писать в виде я, а не в виде вау, как указание на его изначальную основу. В глаголе, например, рома, если мы не знаем, как писать рома в виде я или рома в виде альфа, то есть как его написать с альфом в виде я или рома, или альфом в виде вау, или альфом в виде палочки, то есть в виде формы альфа, то нам следует образовать другие формы, где этот алиф возвращается в исходное положение, в первоначальное исходное состояние. То есть, например, проспорегать этот глагол, например, ромая, ромая, ромаита, ромайна, или ромьюн, его имя действия, например, или же нарми, и так далее. Как мы видим, здесь у нас изначально имеется я. Значит, алиф на конце глагола, и рома будет писаться в виде я без точек. То же самое и с буквой вам, например, даа или даа. С алифом в виде я, или же алифом в виде алифа. Да, с алифом в виде алифы. Так в другую форму проявляется буква, например, даауа, даауту, даауна, или же даауатун, и так далее в имени. То же самое алиаса и алиасаван, где мы видим букву вам. Но если алиф является конечной буквой в глаголах или именах, то здесь уже пишется в виде я. Но если алиф является конечной буквой в четырех буквах, в пяти или шести буквах в глаголах или именах, то здесь уже алиф будет писаться в виде я, в любом случае. Даже если у нас изначально здесь была буква вау, потому что вау сначала меняется на я, потом уже я на алиф. Например, истадаа становится сначала истадаа. Истадаа образуется от глагола даа-яду. Истадаа становится сначала истадаа, а потом уже истадаа. Как мы видим, буква алиф, являющаяся здесь чистой буквой, пишется в виде буквы я, без точки. Если мы образуем форму двойственного числа, мы скажем истадаа-я, а не истадааа, так как я считается более легкой в произношении, чем буква вау. Та же картина будет и в четырех или пяти буквальном глаголах. Например, аддава и аддая, и в итоге адда. И аддава, пяти буквальном и аддая, и, наконец, и аддава. Например, исташфа, исташфа-я, исташфа. Аль-мусташфа, например, тоже алиф пишется в виде буквы я, без точек. Аллаху алим.